Ну что, снова мальчикам повезло. Снова запилили видос благодаря неравнодушным зрителям, неравнодушным хомякам, которые передали Артуру и его отцу телевизор и DVD. Всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро, обсудим очередной видеоролик. В этом видеоролике опять мальчикам повезло. Опять повезло, потому что подписчики передали телевизор и DVD, ну, бэушные, конечно же, бэушные, семье Артура, в общем, Артуру и его папе. Ну, потому что они там что-то говорили, что у них там что-то поломалось. В общем, говорил Артур, а понять было невозможно, что толком поломалось, телевизор или DVD. И мальчики запилили видос. Ну, не зря они, ребят, просили, просто умоляли. Подпишитесь на наш канал, будьте одной командой с нами, чтобы мы пилили видосы, а вы присылали. Шлите нам донаты, будьте нашими спонсорами. Последнее время это звучит в каждом видеоролике. И за ними повторяет и Ванька. Он точно так же с протянутой рукой. Ну, или это мальчики за Ванькой стали повторять. В общем, Прокупьевск это что-то с чем-то. И особенно блогеры. В общем, такие довольные, такие счастливые. Они объявились, что везут телевизор и DVD. И таки привезли. Мне кажется, что папа Артура не всегда там очень рад их там этим подарком или чё. Человеку хочется, мне кажется, больше с кем-то поговорить, пообщаться. Но мальчики у нас общаться не любят. Особенно не любит Андрей. И когда папа начинает что-то такое рассказывать, такое чувство, что Андрей просто не даёт говорить. Игорь-то пытается задавать, как всегда, вопросы, но они настолько всегда бестолковые, что, я говорю, у меня всегда от его вопросов смех берёт. И правда, да, в пожелании том звучало, что молчание золото. И помолчи, Игорь. Игорь, действительно, хочется сказать, Игорь, ну помолчи, ну помолчи, ничего не говори, просто ходи, тупо ходи. Ну, потому что, когда начинаешь говорить, хочется и плакать, и смеяться одновременно. В общем, телефон, который они привезли раньше Артуру, ну, походу, Артуру совсем не интересен. Ну, как не интересен? Ну, просто-напросто, скорее всего, не понимает ничего в этом телефоне. Потому что, по сути, и папа-то не понимает ничего. Он даже не знал, как там включить, чтобы работала сим-карта. Он даже не знал, как там, что, наверное, нужно разблокировать, как выключить фонарик. Короче, он абсолютно не разбирается в этом аппарате. И я не знаю, для чего было дарить этот телефон. Хотя, вот, взять, да, не разбирается, а опять же, где-то позвонил в какую-то фирму, вот я забыла, как называется, для того, чтобы был и интернет там, и телевидение. Короче, такое вот. И сказал, что это очень удобно. Ну, может быть, может быть, разберётся, но, повторюсь, что это, скорее всего, подарок уже как для папы. Потому что, ну, Артур вряд ли будет пользоваться всем этим, не разберётся он. Ну, и, по сути, знаете, вот, глядя на Артура, ему абсолютно по барабану, что они приехали. И он как-то это... И, кстати, он с ними осторожен, пытается быть таким культурным. Потому что, по сравнению с Ванькой, он их принял прям как каких-то высокопоставленных лиц. Но, возможно, тогда они, когда сделали ему замечание, что, мол, не ругайся, вот, когда не ругаешься, вот, ты можешь, и это так красиво и всякое прочее. Он их и принял, наверное, как каких-то таких деловых людей, поэтому он не ругается. Но, по сути, они ему и не интересны. Потому что он привык ругаться, и вот он с Ванькой, он ведёт именно себя наравне. И тогда, когда он с Ваней матерился, он сам по себе и есть такой Артур. А с мальчиками он весь в напряжении, он боится лишнее слово сказать. У него спрашивают, ну, что там, чем занимаешься, что делаешь? Ну, работаю, воду ношу, снег чищу, там, уголь, дол, бетон. И, в общем, человек не сидит без работы. Помогает как можно отцу. И, кстати, заговорили про стиральную машинку. И я думаю, ну вот, сейчас могут ещё собирать денежки на стиральную машинку. Ну, нет, ничего там не получится, потому что не предусмотрена стиральная машина из-за того, что там нет воды. Ну, да, дом, конечно, там в таком состоянии ужасном. Но что можно сделать? Мальчики же новый дом не купят. Кстати, заговорили про печку, что там и как. И я думаю, ну вот, сейчас рукастым подгонят работу. Ну, что-то, мне кажется, у них с рукастыми что-то не то и что-то не так. Видимо, из-за Казбека, может быть, из-за Ваньки. Не знаю. Ну, может, покажут видеоролик с рукастыми. Что-то давно не было видосиков. Может, и правда поругались. Не знаю. Может быть, даже и из-за Казбека. Ну, и теперь чё, ребят? Теперь, наверное, уже мальчики будут ждать Озон для Артура. И в следующий раз приедут с огромными посылками с Озона. Уже подписчики начнут помогать Артуру. А мальчики будут выезжать. Ну, чё, иногда же они тратятся. Тратятся? Ну, так они и донатят. Приходят им донаты. Они же сами на стриме объяснили, что вот, мы ни на что не собираем. Вот донаты приходят. И мы их используем, по сути, вот для героев. Вот. Поэтому мальчики, если что-то покупают своим героям, пакеты с продуктами, там, или ещё что-то, пусть даже и на пять тысяч, они свои деньги не тратят, ни копейки. Всё они берут именно с донатов. Они сами об этом говорят. А на донателе и на Новый год они неплохо. И в субботу тоже неплохо. Донаты у них идут. Ну, вполне хватает, чтобы купить даже пакет продуктов герою даже и за пять тысяч, да, как набирала Баба Галя. Кстати, интересно, будут ли они искать Бабу Галю, чтобы запилить новый видос? Мне кажется, вряд ли, потому что, блин, невыгодная она для них бабулечка. Слишком много она требует. Пусть себе и дальше стоит и просит на лекарства, где там она, в Киселёвске, что ли, стоит, сбежала подальше от мальчиков. Ну, в общем, как-то так стояли, болтали, рассказывал отец там о жизни и чё да и как, и говорил, что вот и телевизор у них, по сути, есть. По сути, у них был телевизор, у них просто сломался DVD, ну и второй телевизор. А зачем им два телевизора, я не знаю. Ну, в общем, передали и передали. Не купили же они. Ролик запилили, телик завезли. Всё хорошо, мальчики довольны. Артура, папа тоже довольны. И комментарии сыплются, прям хвалебные оды, поклоны бьют. Всё, как мальчики любят. Именно всё, как они любят. Кстати, да, и показали прям крупным планом фотографию мамы Артура. И мне всё интересно, знает ли папа Артура, что его они снимают. И что видео потом выкладывают в общую сеть на весь мир. Этот вопрос как-то не оговаривался в видеоролике. В общем, ребят, у меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.